Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сердечно рад приветствовать всех в стенах нашей библиотеки о таком важном поводу, случаю, тем более, что 140 лет сотрудничества между нашими странами. И вот, позволю себе забыть, неформально мы эти вещи начать. Сейчас пока ждали, обсуждали как раз с господином послом и с Евгением Михайловичем разные вещи. Евгений Михайлович очень любопытный рассказал случай с двумя студентами у славянских стран, которых заподозрили в Лагиате в одинаковом тексте и не ответили, но мы же из родных стран и думаем одинаково. Да, вот в этом смысле мы думаем не одинаково, но у нас точно общие ценности и общие смыслы. Именно поэтому мы сегодня все здесь, и это здорово. И почему для нас это приятно как библиотеки, потому что библиотека иностранной литературы давно уже себе на знамя взяла миссию стать центром межкультурной коммуникации. В этом смысле мы уверены, что это миссия не только для нашей библиотеки, но и для всех крупных библиотек, потому что в другие институции могут не прийти все. Человек православного вероисповедания может не прийти в мечети, наоборот, но в библиотеку придут все. И в этом смысле это то место, где происходит такая коммуникация, она действительно может быть проактивной, здесь могут рождаться интересные совместные проекты. Ярким примером тому может служить наше сотрудничество, давнее, надежное, глубокое партнерство с Болгарским культурным институтом и много совместных инициатив. И вот я горжусь тем, что мы подписали важное очень соглашение на Питерском культурном форуме, частью которого являются две важнейших инициативы. Это продолжение издания новой болгарского романа, а также проведение художественной школы перевода России и Болгарии. И это очень важная инициатива, к которой мы уже приступим в следующем году. Это только пример такого сотрудничества. И еще один пример сотрудничества, теперешнее и сегодняшнее мероприятие. Хочу привести пример, потому что оно имеет такой трехсторонний характер. С одной стороны, это библиотека, с другой стороны, это Болгарский культурный институт, и с третьей стороны, это МГИМО, проректор по международной деятельности, по виноватому научной деятельности Евгения Михайловича. Именно вот такие междисциплинарные, разноформатные инициативы, я убежден, что за ними будущее, дорогие друзья. Поэтому рад приветствовать всех. Всем приятного, доброго вечера. Ну, все очень просто. Я поступал в МГУ, получил полупроходной бал. И был жутко расстроен, потому что все мои друзья и моя девушка, все поступили. Один я оказался такой тупой, что полупроходной бал. Вот в отчаянии я собрался ехать в Сибирь на комсомольскую стройку. Потому что, ну, как-то, не нужно вообще бежать отсюда, раз меня не оценили. Но два моих друга приехали ко мне домой. Ну, тогда мобильных не было. Они приехали прям домой. И говорят, ты что вообще тоскуешь? В общем, забрали меня. Ну, как это назвать? Пати, пьянка. Ну, в общем, а потом мы сидели с моим другом Гришей Коковкиным, он сейчас, кстати, пускает книжки одну с другой, большой писатель. А около памятки первопечатника, он говорит, что ты думаешь дальше-то делать? Я говорю, вот, комсомольская стройка собралась. Он говорит, а ты что вообще не думаешь больше, что поступает в МКУ? Он говорит, потому что дальше комсомольская стройка, дальше армия, и ты вообще все забудешь. Поезжай лучше. И, в общем, дальше я съездил в экспедицию с Гришкиной подачи. Потом работал контролером АТК на большом ППКшном предприятии. Ну, понимаете, вот, работа контролером АТК, мне присутствующие многие смотрели фильм «Новые времена» с Чарли Чаплиным. Конечно. Так вот, я скажу, Чарли Чаплиным по сравнению с моей работой была высокоинтеллектуальная. Потому что я проверял диодные матрицы, и я думаю, что среднеразвитая макака запросто справилась с тем, что я ее делал. И я решил сбежать. Хотя родители, конечно, очень были обеспокоены, куда я был с Афрой сбежать. Ну, во дворе я встретил. Ну, двор тогда был, по-моему, сейчас мои дети уже для них творчат, что-то такое непонятное. У меня двор был, это вот место коммуникации, это вот модное слово. И я там встретил, как раз, человека, с которым я коммунитирован, он как раз вернулся недавно из лагеря за какие-то проступки, не пионерского лагеря. Вот. И он работал грузчиком на каждом плантере и фабрике. Я говорю, слушай, я хочу уйти вообще с этой заботы. Он говорит, слушай, у нас Ваську недавно посадили за драку, у нас свободное место. Ну, вот я вместо Васьки пришел, не жалею, знаете, очень хорошая была бригада. Вот Славик, которому просьбу еще был, Сявик. Потом был наш бригадир. Он, вообще, был скульптор по памятнику на кладбище, но спился и попал в бригадир, значит, нашей мощной бригады на кожболомтерейной фабрике. Он, кстати, не очень далеко отсюда был. Вот. В районе. Шоссе-энтузиастов. И потом был еще у нас повар, которого выгнали из поваров, потому что у него была эпилепсия, это когда он что-то готовил, это выявилось. Но самый замечательный был человек, глухонемой, он очень обо мне заботился, потому что его волновало, что я читаю книжки. Там не все время, что таскаешь, там, что-то там, влёт, он был в свободное время. И я, так, я собирался на кого-то поступать. Я приходил, стал читать. Я не буду показывать жест, они не совсем приличные. Это как-то мне объяснил, чем в жизни надо заниматься, а вот книжки, это он мне объяснил, что голова разорвется от этого. Но я его не послушал. А что касается литературного творчества и как это связано с Болгарией, вы знаете, я очень много лет приезжаю отдыхать в Болгарии. А у меня среди историков болгарских есть друзья, которые сказали мне, что ты души. Ты только не ездил на экскурсии. Если ты хочешь про Болгарию узнать, мы тебя сами свозим. И мы поехали, как-то в начале Болгарии, к Преску, первая столица Болгарского царства, а оттуда Великий Преску, вторая столица. И мы поднялись, там же стена крепостная частично сохранилась, частично реставрирована, но ощущение, что вот с тех времен, с X века. И я стою на этой стене, смотрю, и вдруг, все-таки чему-то меня на эстфаке-то научили, и вдруг я понимаю, что, а ведь здесь стояли русские и болгары, русичи тогда, и оборонялись от войск византийского императора. Это меня настолько поразило, что вот я стоял на той самой стене, где стояли мои далекие-далекие предки. И я захотел правильно писать. Но, знаете, вот работой историк, я занимался историей 19 века, больше всего, 18 века, даже из-за библиотеки Франции по истории Франции 17 века, но заниматься, по-моему, историей Франции 17 даже века и писать про нашу историю 10 века, это почти как разные профессии. Потому что, знаете, огромное количество самых разных источников истории 17, 18, ну и 19, огромное количество. То есть ты можешь их сопоставлять. То есть вот то, что вот люди, которые приходят в историю, не получив исторического образования, и не понимают, что это огромная культура, металлогическая, как критики источника. Что касается и источника людей, которые жили в то время, а здесь огромный разрыв между написанием летописи и происшедшими событиями. то есть, что в этих... Да, там тоже есть своя металлогия, но после того занятия 18 века, я просто пришел в отчаяние. Пришел в отчаяние, и тут, конечно, а так я пытаюсь написать ненаучно. Но я пишу это вот уже, началась вот эта вот болезнь, где-то в 2002-2003 году, после возвращения в Балдарь. И я до сих пор не закончил эту травму. Но он меня, вот он меня что-то такое вот открыл, и появилась повесть Нина, современно, что она здесь стоит. Потом каким-то образом появилась вот эта историческая повесть «Князь Владимир, сын Святослава». А что касается вот эту... Я надеюсь, что в этой жизни, не в следующей, а в этой я все-таки завершу. И вот здесь Никита совершит то, что я со страхом просто ожидаю. Он может прочитать отрывок из этого недописанного романа. Греки ворвались в крепость. Перебить им было невозможно. На смену битвам появлялись все новые и новые. Русы отбивались маленькими разродненными группами. «Надо уходить к Святославу!» выкрикнул Гаррет. Его голос не пробился сквозь шум битвы. У болгар были лошади. И Гаррет стал прокладывать себе и своим оставшимся на ногах товарищам путь к царским конюшням. До лошадей они дошли только вдвоем. Когда Гаррет спрыгивал на коня, вынурнул из-под крупы маленький человечек и всадил копье в бок Гаррета. Сзади тщедушную фигуру почти наполам развалил всегда веселый уз, которого даже в темноте успел признать Гаррет. «Держись!» Как всегда с невероятным задором тот прокричал и обрушил свой меч на поджидавших их у ворот конюшни гоблитов. Гаррет наносил удары, увертывался от чужих. Но все как в тумане. Кровь текла. Из преслава он вырвался один. Его веселого товарища поразили копьем в спину. Он услышал, как несколько всадников подскакали на север. Опасаясь погони, Гаррет повернул коня на восток в сторону моря. На север от Варны, в малонаселенной местности, на берегу моря, есть кусок дикой, густо заросшей кустарой консуши. Ярех. Земля просела, отделившись из материка, крупным неприступным склоном. Но берег здесь столь высок и крут, что и со стороны моря ярех защищена отвесными скалами. Песчаные золотые пляжи начинаются южнее, а здесь только острые камни. Даже в полный стиль вряд ли кому придет в голову пристать к этому берегу. В скалах, обрывающихся к морю, была большая пещера, в которую даже обидатели Яреха предпочитали не заглядывать. Там сохранились древние костровища и масса полуобожженных самых разных костей. Только одна тропа была в эту странную местность. И та проходила на глубокий провал, через который был переброшен деревянный мост. Который в случае необходимости легко убирался. Пришельцы из разных стран основали крепость и монастырь. Крепость запирала тропу, а монастырь прятался в скалах крутого обрыва. Тело умиравшего Гарольда, царский конь, доездой крепости, стражники коня забрали себе, а тело отдали монахам. Еще здесь продолжение. Вторая глава. Монастырь. Более разъедала внутренности. Гарольд сжимался в комок, вытягивался в струну и все повторял. Я волк, я вырвусь, я уйду на свободу. Он никого не хотел звать на помощь. Но кто-то приходил и ставил еду в узголовье. Раздавался свистящий, почти неуловимый голос. Молись! И он вновь оставался наедине смутным, липким бредом. Он долго не разучал, кто заходил к нему в келью, кто перевязывал его, кто поил его с рук травяными отварами. Одинаковые бесшумные люди тени в одинаковых темных облачениях. В келье ночь длилась годами. Мерсание лампады напоминало не о времени, а о вечности. Глаза хотели видеть свет, а не слабую пульсацию неживого огня. Лампадный огонь казался столь же далеким и столь же холодным, что и свет ночных звезд. Однажды утром бред отпустил, Гарольд поднял правую руку и постарался сжать кулак. Он сам себя спросил, «Это я, Гарольд, сын Осланда?» Поднял вторую руку, затем присел на лежанке, захотел встать и упал. И вновь он не понял, кто его поднял, вложил на лежанку, аккуратно укрыл голубым простым одеялом. Физическая немощь находила свои слова и через бред заставляла их произносить. Когда сознание перестало покидать Гарольда, он сквозь приопущенные веки различил, чтобы его келья навещали, молодой, что его в келье навещали молодой красивый монах с курчавыми волосами и сам настоятель с узким темным лицом. Он удивился, что они будто отвечали на его ранее сказанные слова. «В монастырь приходят, имея Бога в душе», — сказал, подавая ему воду настоять. А молодой монах с грустью ему поведал, как бы продолжая прерванную беседу. «У тебя в душе пустота. Ты хочешь, чтобы монастырь привел туда Бога. А вдруг ты принесешь в монастырь пустоту?» Гаррет стал осторожно расспрашивать молодого монашка о том, что он наговорил в бреду. Доброжелательный и сердовольный монах с некоторым страхом передал сказанное Гаррету, иногда подменяя пересказ своими вопросами. «Ты был совсем плох, и мы не чаяли тебя спасти. Только наш настоятель, отец Паисиев, уверял, что твоя внутренняя сила столь велика, что ты не покинешь этот мир таким молодым. И мы молились за тебя. Когда тебе становилось чуть лучше, я просил у тебя молиться. А ты... Ты...» Монак замолчал. Но что-то из услышанного очень задело его. Он не расспрашивал Гаррельда из какой он страны, кто так тяжело ранен. Оказалось, в бреду Гаррельд рассказал о себе гораздо больше, чем он позволил бы себе в твердой памяти. Монашек приходил, приносил еду и питье и просил Гаррельда молиться. Рано заживали медленно. И зачем было обижать монахов, спасших его? Но странно, имея теплое чувство благодарности и непонятного почтения, удерживали его. Рука не поднималась для знамени, и вместо молитвы на тихие просьбы монаха он говорил то, о чем раньше не задумывался, но с чем жил и воевал. «Я верю в себя. Если Бог есть, я хочу его увидеть». И еще про отца, который пошел в последний поход, несмотря на уговоры всех близких. Раны, возраст не оставляли ему никакого шанса. Он погиб в первом же бою. Вспомнились слова отца. «Надо найти смерть самому, а не ждать, чтобы смерть нашла тебя. Я воин, и сам себе и Бог, и князь. Смерть всегда со мной, и я могу идти к ней, освободившись от всех. Пока у меня есть выбор, я свободен, а выбор я не дам меня отобрать». С монашками они были одного возраста, но Гарольд чувствовал себя старше. Время от времени они разговаривали, но каждый говорил о своем. Люди живут без писленного слова, верят любым небылицам. «Вы так много знаете, почему вы не учите крестьян ничему, кроме простейших молитв?» Молодой монах отвечал. «Монастырь приходит по трем причинам. Приводит любовь к Богу, желание покаяться и очиститься от грехов, и третье – обрести царство Божие. Не пойму я, Гарольд, ты-то что ищешь? Душу ты мою смущаешь, дьявол в тебе или искра Божья? Не пойму я. Ночь уже и ты здесь. В монастыре лучше всего ночи. Тихо. Дождь вдруг придет, или луна на тебя глядит. Все хорошо, благодать. И молитвы идут прямо к Богу. Он услышит меня слабого и грешного. И будто отвечает в тишине ласковым, чуть слышным словом». И вот настал момент, Гарольд поднялся. Темнота его никогда не смущала. Он медленно пошел в ночь. Блаков не было. Гарольд сразу нашел на небе свою голубую звезду. «Мама там. Она смотрит на меня». Гарольд смотрел на свою звезду. И только его ноги пошли к церкви. Ничего не понимая, он зашел внутрь. Прошел в дальний угол. Справа, так и на стасе, он увидел маленькую икону. На голубом, через летящемся фоне, Богородица. Лицо мамы. Гарольд пошатнулся. Упал на колени. Он хотел произнести молитву и не смог. Тогда он снял икону со стены, приложил к груди. «Я ее буду носить под кольчугой». Затем повесил икону на место. Не было ни кольчуги, ни сил держать меч. Когда он вышел из церкви, легкие облака набежали на небо, и его звезды не было видно. Отец Паисий редко заходил к нему в келью. Но иногда они сталкивались на территории монастыря и в его окрестностях, где тот и другой любили прогуливаться. Когда мы снимали с тебя твою изрубленную кольчугу, к ней случайно прицепился за обрывок шнурка кожаный мешочек. Такие мешочки мы называем ладонгой. Мы хотели узнать, кто ты, и открыли ладонгой. Там лежал крохотный, серебряный, нательный крестик. Такие крестики носят обычно девочки, молодые женщины. Ты прятал крестик, но все время носил его в твоей ладонге в лист сердца. Не скрою, что ты потом не говорил, придумав, все время помнили про этот крестик, хотя не знаем, как он к тебе попал. Это крест моей матери. Твоя мать христианка, и она благословила тебя перед уходом в поход и вручила свой крест «Тебе?» Чуть заметная надежда в голосе спросил настоятель. Моя мать была христианкой, и пока я жив, я буду носить на себе этот крест. Прости, мой сын, твоя мать качала. Нет, ее убили, я говорил, как? Святой отец, и ты, и другие монахи, одни деликатно, другие назойливо, пытались выгодить, есть ли у меня что-нибудь святое в жизни? Вы все время говорите о святом, я предпочитаю не говорить. Никогда. Это хороший ответ, сын мой. После того, очень сложно говорить, чтобы не навредить неуместным словам. Поэтому мы так часто ссылаемся на святое писание. Вот источник мудрости и святости. Но мне кажется, что и у тебя есть вопрос ко мне. Каждый задумался. Они довольно долго шли молча по узкой тропинке к морю. То бок о бок, то воин пропускал настоятеля вперед. Голубое море неспеша катило к берегу волны с белыми завитками. Король вспомнил Святославу, который хотел перенести столицу княжеству на Дунай и сместить всю жизнь Руси в сторону моря. Магия морского простора действовала и на него. В церкви, сын мой, ты часто подходишь к одной и той же иконе Могородицы. Ты не молишься, ты подолгу стоишь у нее. Что так привлекает тебя к этой иконе? О, не только я внимательно наблюдаю за ними, но и они за мной. Потом он горит. А потом сказал, известно, как попала эта икона в монастырь. Это случилось еще до моего прихода сюда. Поэтому я не знаю, что в этой истории правда, а что легенда. Но я его забрел совсем бедный, убогий и больной человек. Он, видимо, давно помешался от горя. Он жил где-то недалеко от Рима. И во время набега не то арабов, не то викингов полонили его возлюбленную изумительной красоты и доброты девушек. Все, что умел этот человек делать в жизни, это рисовать. И он скитался по миру и рисовал только одну икону, икону Мадонны. Легенда гласит, что Богородица под его кистью всегда напоминала его пропавшую возлюбленную. Перед смертью он успел нарисовать и нам икону Богородицы. Мой предшественник ее осветил. Она написана в соответствии с канонами. Это икона Богородицы. Моя мать была наложницей, а отец викингом. Он захватил ее в окрестностях вблизи Рима. Но отец ее любил и относился к ней как к жене. Но стоите внимательно, посмотрел на Горальда. Ты хотел бы забрать икону, но, наверное, хватит. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, специальная благодарность руководству Библиотеки иностранной литературы, всем сотрудникам и директорам за это прекрасное мероприятие. Конечно, спасибо и Майе, потому что она тоже участвовала в развитии этой идеи. И, конечно, огромное спасибо Евгене Михайловичу за то, что он включился. Я думаю, что от таких стрелков всегда бывают потом хороши, позитивные результата. И мне кажется, что разговор про ректора по нужной работе с ГИМО, такова института, я, кстати, тоже заканчиваю ГИМО и до сих пор имею респект перед всеми про ректорам. И руководство Библиотеки получатся какая-то положительная синергия и какое-то сотрудничество между этими, так сказать, крепостями науки и духа. Так что для меня огромное удовольствие быть сегодня с детства в представлении творческих книг профессора Евгения Михайловича. Хочу сказать несколько слов, как я с ним познакомился и как я рад этому. Евгений Михайлович очевидна и ета видна из биографии человек с огромной энергией, разностранными интересами. Вот удивительно как много джобс, професии он выполнял свое время. Он работал и как физическим трудом. ученый, депутат, политик, преподаватель, еще специалист по Българии и писатель. Ето очень мало людей могат съвмещать так много соумени джобс. И притом мы все видим, что знаем, что он делает и это прекрасно, он делает очень хорошо. И поэтому мое спасибо и мой респект. И что бы ни говори, то очень долго я скажу еще одну вещь. Мы в этом году отмечали многими мероприятиями и стосов кавая гадавшина уставления дипломатических отношений между България и Россия после освободительной русско-турецкой войной, которая вернула нашу страну на политическую карту Европе. И еще в прошлом году мы так с моими коллегами не были уверены, что получится, но запросили в ГИМО, а можно ли организовать научную конференцию по этой тематике. Не были уверены, что мы сразу получим данных, отклик был очень положительный и мы начали эту подготовку и хочу сказать, что потом эта нужна конференция состоялась, была очень успешной. Со стороны ГИМО, конечно, руководитель всего этого проекта был Евгений Михайлович, который руководил проведение нужной конференции. Она продолжилась очень долго с утра до позднева дня, после обеда. Почему? Потому что в рамках проекта Шириозия обеда и конференции узнали в нашите институтие и към економическому университет и в Сафии, которые тоже имеют специально с международное отношение и там все професора тоже захотели сделать телемост т.е. мы съвсем матерным образом расширили конференция. Вона проводила съдновременно в Москве ГИМО, Московском государственном институте международное отношение и у нас в университете мирового хозяйства и там тоже бъл большой интерес събрали с все профессора, которые каждый из них хотел прочитать свою лекцию, говорить и в один момент време было так узко, что благодаря Евгения Михайловича он взял на себя руководство и модерацию, что обе стороны могли, потому что было желание с всех стороны, сделать внос, склад, сказали, что претихат на жали. И мы, как посольство, я лично изключително благодарна и вам за то, что состоялось и вы помогли, чтобы эта конференция состоялась. Это было одно из самых хороших мероприятий в рамках многих всяких событий, которые мы организовали. И мне кажется, что здесь было место сказать вам еще раз специальное спасибо или благодаря Павлу Берсту. Я думаю, очень долго говорим. Поэтому желаю всем приятного вечера и треугольные разговоры после показов его. Знаете, есть старый советский анекдот, приехала партийная комиссия на завод. И вот они идут, а тогда были такие стенды, где висели передалеки производства победителей социалистического соревнования. И вот партийная комиссия идет, там портрет Ленина. Ну, они стопорят и подпись «Слесарь Иван Иванович Петров». Они вызывают секретаря портрет организации, директоры говорят, «У вас кто там висит? Для чего? А что мы можем делать? Петров передавит производство? Комиссия вызовет Петрова». Приходит, выходит Ленин. А они в ужасе говорят, «Слушай, Петров, ты знаешь, на кого-то похож?» Он говорит, «Знаю». Говорит, «Ну, ты что-нибудь сделай, ты там, голову сбрей, парик носи». Он говорит, «Да, то ли это признаки шизофрении, ну, не знаю, врачей или отчет, или отчет. В общем, у меня вот в статье, то, о чем можно сказать, у меня все не умещается. А хочется какие-то вещи донести, особенно до другого поколения, который не знает еще советский анекдот. И первый толчок был, у меня была командировка. Мой друг Свалянко Терзыч, который вы хорошо знаете, он недавно уехал. Он историк, но он был послом Сербии в Москве, вот он недавно у него закончил строк. Он меня пригласил в апреле 1999 года в Белград. Я ему сказал, Свалянко, ну, ты человек с юмором, это, конечно, предложение, от которого невозможно отказаться, бомбежишь. А он проводил конференцию по европейской безопасности под бомбежками. Я говорю, я, конечно, приеду, только как? Говорит, прилетает в Софию, дальше не твои проблемы. А наша политика российская изменилась тогда, когда я уже возвращался, с чем я возвращался в Москву, предложение меня принимало. Уже не будет работать. Но у меня возникла идея снять документальный фильм о людях просто обычной сербской семья, которая живет под бомбежками. Но так получилось, что война закончилась, но мы приехали. И в итоге мы сделали другой фильм. Не то, что задуман. Он есть, он живет в Ютьюбе, комментирует, некоторые ругают очень. Это фильм про наш батальон, который пришел. А потом выбился другой фильм, уже совсем другое обстоятельство «Русские грузины». А потом вот фильм, который вы сейчас увидите, «Исмаил и его люди». потому что ну вот нам же очень-очень важно друг друга понимать. И, кстати, говоря, вот в этом тоже мы мы имеем ввиду русские болгары. Мы живем все время с мусульманами и живем на протяжении веков. и живем уже давно миром. И у нас есть какое-то понимание, которое возможно нам нужно передать нашим друзьям, партнерам в Западной Европе, потому что у них нет опыта. У них есть опыт крестовых походов. У них есть традиция европоцентризма. Исмаил Гаспельский в одной своей работе написал, а это человек, который давно долго жил в Париже и человек 19 века, написал, что вот здесь в Европе на индейцев, на арабов смотрят с большим интересом, с ними очень вежливо разговаривают. Я чувствую в этой вежливости, что они разговаривают как высшие с низшими. И в этом отношении нам гораздо легче с русскими, с простыми людьми, непростыми людьми, потому что они к нам относятся так же, как друг к другу. Они с нами конфликтовывают, но они не относятся к нам как ниши, как ниши в Болгарской религии. Столько раз в Болгарской религии есть то же самое. То же вы живете с мусульманами и можете с ними соглашаться, не соглашаться, никому не приходит голос, на них смотрите как на какой-то ниши. Наверное, другие. И вот этот фильм попытка понять людей с другой ментальностью, с другой религией, но живущих давно вместе с нами, имеющих свои ценности и имеющих тоже своих великих людей. С моей точки зрения, Исмаил это реликий человек, про которого должны знать не только его саотические и крымские татары и вообще русские мусульмане. Кстати, по-моему, это он вел вообще это понятие русские мусульмане, но и мы люди другой культуры, другой религии или отсутствия религии. Редактор субтитров